Хотите узнать, кто вам вредит? Есть древний способ, который поможет выявить тайных врагов. Возьмите лук, разрежьте его пополам и скажите, пусть тот, кто мне вредит, умоется слезами, как этот лук режет глаза. Этот ритуал не только раскроет ваших врагов, но и вернет им их негатив. Попробуйте и посмотрите, как изменится ваша жизнь. Хотите, чтобы деньги и удача не пойдет? Возьмите горсть риса и положите его под подушку перед сном. Рис – древний символ изобилия и процветания. Произнесите при этом магические слова. Рис ложится, деньги приходят. Удача течет, как река, и мне ее хватает. Просыпайтесь с ощущением, что денежные потоки идут прямо к вам. Попробуйте, и ваша жизнь кардинально изменится. Хотите избавиться от болезней и несчастья? Есть простой способ. Носите с собой лавровый лист в течение двух дней. Лавр издревле считался символом защиты и очищения. Произносите при этом следующие слова. Лавр меня оберегает, болезни и несчастья прочь уходят. Через два дня сожгите лист, и вместе с ним уйдет весь негатив. Попробуйте, это работает. Порвите эту вещь, и порча вернется врагам. Если вы чувствуете, что на вас навели негатив, возьмите старую одежду, которую вы давно не носите, и порвите ее на куски. И таким образом вы разрываете энергетическую связь с врагом, и его злые намерения возвращаются обратно. Проверенный способ защититься от порчи и вернуть все зло вашему врагу. Вот два явных признака, что на вас могут колдовать. Первый. Постоянная усталость и упадок сил без видимой причины. Это один из главных сигналов. Если вы чувствуете себя изможденным, и даже после отдыха стоит насторожиться. И признак второй. Неудачи буквально преследуют вас на каждом шагу. Все рушится, проблемы с деньгами, личные отношения не клеятся. Это может быть результатом магического воздействия. Если заметили эти признаки, будьте осторожны. Вы будете удивлены, но лавровый лист в доме может стать настоящим магнитом для удачи. Положите его в кошелек, и он привлечет к вам деньги. Или оставьте листок на подоконнике, и он отпугнет негативную энергию. А если сжечь лавровый лист, это поможет очистить пространство и привлечь в дом гармонию и благополучие. Попробуйте этот древний обряд, и вы почувствуете перемены. Никогда не давайте соль ни своим, ни чужим. Это важная природная примета. Считается, что вместе с солью можно передать свою удачу и финансовое благополучие. А чтобы деньги всегда водились в вашем доме, храните соль у себя и никогда не раздавайте ее. Проверьте сами, и ваш кошелек никогда не будет пустым. Вы ахнете, когда узнаете, кто ваш враг. Для этого достаточно произнести одну фразу. Кто желает мне зла, покажись. И тот, кто первым проявит недовольство или нервозность после этих слов, может быть тем, кто вас недолюбливает или завидует. Попробуйте, истина может раскрыться. Вы знали, что на спасибо не всегда нужно отвечать привычным «пожалуйста». Такое слово может вернуть вам нервность, но и отдать часть вашей удачи. Вместо этого лучше сказать «во благо» или «рад помочь». Это поможет сохранить позитивную энергию и привлечь успех в вашу жизнь. Вот что означает появление этих насекомых в доме. Народе говорят, что если в вашем доме вдруг появились муравьи или пауки, это знак скорых перемен. Муравьи приносят удачу и процветание, а пауки могут предвещать неожиданное известие или даже защиту от врагов. Обратите внимание на такие знаки, они могут многое вам рассказать. Она буквально вытягивает ваше здоровье. Чтобы избавиться от болезней, отнесите эту вещь на помойку, и вы почувствуете облегчение. Сломанные или старые вещи, особенно зеркала, могут накапливать негативную энергию и забирать силы. Избавьтесь от ней, и вернется здоровье и энергия. Знаете ли вы, что некоторые вещи никогда нельзя давать в долг? Ни в коем случае не одалживайте свои полотенца, расчески, веник, соль или ножи. Они могут перенести на вас чужие проблемы, болезни или даже ссоры. Берегите свою энергетику и благополучие. Если кто-то просит эти вещи, лучше откажитесь. Хотите избавиться от врагов? Есть простой способ. Возьмите одну ложку соли, пройдите с ней по дому и скажите, соль чистая, врагов отгоняй, все беды забирай. Эта древняя практика поможет очистить ваше пространство от негатива и нейтрализовать ваших врагов и недоброжелателей. Попробуйте и убедитесь сами. Чувствуете, что вас прокляли? Вот что нужно сделать, чтобы вернуть все зло обратно. Возьмите церковную свечу и зажгите ее назад. Далее скажите такие слова. Зло отправляю назад, враг отступит, его страх овладеет. Эта сильная практика заставит вашего врага пожалеть о содеянном и снять с вас любой негатив. Почему нельзя дарить полотенце? С давних времен в народе считалось, что полотенце – это символ разлуки и печали. Дарить его значит навлечь на себя или близких проблемы в отношениях или даже ссоры. Если все же решите подарить, возьмите за него символическую плату, чтобы нейтрализовать любую негативную энергетику. Когда вас спрашивают, что ты делаешь, никогда не точные действия. Ответьте так – занимаюсь делами или работаю. Это защитит ваши планы от сглаза и неудач. Слова имеют силы и не все окружающие желают вам добра. Помните об этом. Никогда не оставляйте пустую бутылку, ключи или шапку на столе. Это может привести к потере недостатка в доме. Наши предки верили, что такие предметы притягивают бедность и неудачи. Уберите их сразу, чтобы защитить свое благополучие. Если чувствуете вокруг себя, подойдите к окну, откройте его и скажите такие слова. Как ветер гуляет, так и врагов трясет. Силы природы – защитите меня. Эти слова помогут вернуть весь негатив тем, кто пытается вам навредить. Зудит правая рука – готовьтесь это к деньгам. Но если вдруг зачесалось слева, берегитесь это к врагам. Народная примета предупреждает – будьте внимательны к окружающим и осторожны в своих действиях. Окропите свой кошелек святой водой. По народной примете это не только привлечет богатство, но и защитит ваши деньги от негативного влияния. Простой ответ с мощным эффектом для вашего финансового благополучия. Не занимайте деньги по понедельникам. По народным приметам это может открыть дорогу к долгам и привлечь врагов. Будьте осторожны, чтобы не запустить точку неудач. После крупных сделок обязательно постучите по дереву. Этот простой жест обязательно поможет уберечься от зависти и вражды, сохраняя ваши успехи и защиту от негатива. Поставьте лимон на пороге своего дома и скажите «Лимон отвезли из завистников. Привлеки деньги и удачу в мой дом». Оставьте его ровно на три дня. После этого лимон нужно выбросить подальше от дома, чтобы вместе с ним ушли все негативные влияния. Чихнуть три раза подряд – это примета, предвещающая прибыль. Но запомните, никому не рассказывайте об этом, особенно врагам, чтобы удача осталась при вас. Ударили локоть – это не просто случайность, а примета к большим деньгам. Но не расслабляйтесь, завистники не дремлют. Успех предсказывается, но важно быть на чеку, ведь враги могут не упустить шанса вам навредить. Цветок фиалки на окне – это к богатству. По народным приметам фиалки не только притягивают деньги, но и защищают дом от врагов. Поставьте фиалку на подоконник и дайте ей стать вашим денежным талисманом. Если в вашем имени есть хотя бы одна из этих букв – это А, Е, М, О, П, Р, С, Т, Л или Н, то вы запрограммированы на финансовый успех 60 годам. Буква А дарит амбиции и лидерские качества, которые ведут к богатству. Буквы Е и О отвечают за энергию и оптимизм, что помогает привлекать возможности. Буквы М и Р приносят мудрость и решительность в финансовых делах, а буквы С и Т добавляют стабильность и трудолюбие. Буквы Л и Н усиливают харизму и помогают находить выгодные связи. Эти буквы в вашем имени не только усиливают вашу удачу, но и создают мощную основу для финансового благополучия. Проверяйте свое имя и готовы. В 2025 году денежная удача будет на стороне тех, кто родился в 45 году, в 52 году, в 60 году, в 68, в 75, в 84, в 92, в 99, в 2008 и в 2016 годах. Люди, родившиеся в 45 и в 52 годах, могут ожидать наследство или крупные финансовые подарки. Рожденные в 60 или 68 годах получать, смогут возможность выгодно инвестировать или найти новый источник дохода. Те, кто появился на свет в 75 и 84 годах, будут успешны в бизнесе и привлечении партнеров для совместных проектов. А те, кто родились в 92 и 99 годах, откроются новые карьерные перспективы с увеличением дохода. А те, кто родился в 2008 и 2016 годах, повезет получить поддержку и материальную помощь от семьи или близкого окружения. Всего два слова перед сном могут полностью изменить вашу жизнь. Просто говорите «благодарю» и «принимаю». Эти слова настроят вас на позитивную волну, открывая двери для изобилия и удачи. «Благодарю» помогает привлечь больше того, за что вы уже благодарны. А «принимаю» позволяет открыться новым возможностям. Этот простой ритуал перед сном активирует энергетический поток в вашу пользу. Повторяйте эти слова каждый вечер, и вскоре вы заметите, как начинают происходить чудеса. Жизнь действительно начнет меняться к лучшему. Всегда отвечайте на звонки фразой «я открыта новым возможностям» и «деньги будут приходить в вашу жизнь». Эта фраза открывает для вас для энергетического потока изобилия и финансового успеха. Когда вы произносите ее, вы программируете свое подсознание на принятие новых источников дохода. Даже обычный телефонный звонок может стать ключом к удаче. Повторяйте эту фразу каждый раз, и вы заметите, как финансовая ситуация начнет улучшаться. Не упускайте шанс привлечь деньги с помощью такого простого метода. Попробуйте прямо сегодня. Когда вам говорят «Бог в помощь», правильный ответ «Спасибо и вам тоже» или «Благодарю, пусть Бог благословит и вас» или «Спасибо и вам Божьей помощи в делах». Эта фраза не просто вежливость, она закрепляет позитивное намерение. Ответом вы как бы возвращаете пожелание удачи и помощи тому, кто вам его послал. Важно отвечать с благодарностью и искренностью. Тогда доброе пожелание действительно принесет успех и благополучие. Обмен такими словами усиливает защиту и привлекает положительную энергию. Попробуйте использовать этот ответ, и вы увидите, как он изменит вашу жизнь. Благодарность всегда открывает путь к хорошим переменам. Чтобы защитить себя от сглаза, даже при обычном приветствии, важно соблюдать особые правила. Когда вы здороваетесь с человеком, старайтесь не смотреть ему прямо в глаза. Это поможет избежать ненужного энергетического обмена. Вместо этого слегка поверните голову в сторону или смотрите на его плечо. Также можно незаметно скрестить пальцы рук, чтобы создать барьер от негативного влияния. Еще один секрет. Перед тем, как поздороваться мысленно, скажите следующую фразу. С миром и без зависти. Это поможет оградить вас от чужого негатива. Такой простой ритуал станет мощной защитой от сглаза и злых намерений. Если вы часто просыпаетесь по ночам в одно и то же время, это может быть знак от вашего ангела-хранителя. Дело в том, что люди, если просыпаются между 3 и 5 часами утра, это означает, что ваш ангел хочет передать вам важное сообщение. В это время энергетические потоки особенно сильны, и духовный мир становится ближе к вам. Попробуйте прислушаться к своим мыслям или интуиции. Возможно, вас предупреждают о чем-то важном или подсказывают путь решения какой-то сложной ситуации. Вместо того, чтобы игнорировать это, используйте момент для медитации или короткой молитвы. Благодарите своего ангела-хранителя за заботу и поддержку. Этот знак может изменить ваше восприятие происходящего и помочь вам в жизни. Хотите, чтобы деньги потекли рекой? Тогда обратите внимание на три места в вашем доме, которые нужно убирать чаще. Первая – это входная дверь, ведь через нее в дом проникают денежные потоки и удача. Вторая – это кухонный стол, где происходит много энергии, связанной с питанием и изобилием. Третье место – это уголок, где вы храните свои деньги или ценные вещи, будь то кошелек или банковские карты. Поддерживая чистоту в этих местах, вы активируете денежную энергию и открываете путь к богатству. Не забывайте регулярно очищать их от пыли и мусора. Это привлечет финансовое благополучие в ваш дом. Хочешь, чтобы деньги постоянно притягивались к твоему дому? Тогда возьми листок бумаги и запиши на нем магические коды, которые откроют поток богатства. Первый год – 54-32 для увеличения доходов и изобилия. Далее – 82-61 для привлечения удачи и финансовой стабильности. 19-19 для грандиозного богатства и успеха. После этого сложи записку три раза и спрячь ее под горшок с любимым растением. Деньги и удача будут идти к тебе непрерывным потоком, наполняя твой дом благополучием. Никогда не отдавайте эти вещи. Это может лишить вас удачи и благополучия. Никому не передавайте свой кошелек. Даже пустой – это блокирует денежные потоки. Не дарите часы. Они символизируют отсчет времени до разлуки и проблем. Нельзя отдавать ножи и вилки. Это принесет ссоры и конфликты в ваш дом. Оставляйте такие вещи при себе и защищайте свое пространство от негатива. Помните, что правильное отношение к этим предметам поможет вам сохранить удачу и финансовое благополучие. Если срочно нужны деньги и удача, напиши на левом запястье следующий код. 85-21 для привлечения денег или 11-99 для успеха в делах или 70-70 для удачи в любых начинаниях. Запиши код ручкой на своей коже и каждый раз, когда увидишь его, мысленно говори «Все это уже идет ко мне». Именно эти цифры помогут направить энергию туда, куда нужно. Никогда не принимайте эти подарки. Они могут принести вам беды. Зеркала, особенно старые, несут в себе чужую энергетику и могут притягивать неудачи. Перчатки и кольца тоже лучше не принимать, а не иначе они могут стать причиной разлуки и проблем в отношениях. Часы – это символ времени, и их дарить и принимать нельзя, чтобы не затормозить свой успех и прогресс в жизни. Но если такой подарок уже вам подарили, обязательно откупитесь. Дайте символическую монетку взамен, чтобы нейтрализовать любой негатив.